Всем привет! С вами Никита Васильев и гид по выходным. Об альтернативах вашему монитору и телевизору прямо сейчас. Поехали! В современном мире через наш мозг проходит огромное количество информации. Некоторые источники в интернете сравнивают это примерно со 170 газетами в день. Эта гипотеза зачастую доказывает, почему люди стали меньше читать. Но многие могут со мной не согласиться. Так что если вы считаете чтение книги обязательным пунктом распорядка дня, то приглашаю вас в клуб «Книжная площадка». В этот раз о своих предпочтениях в области литературы расскажет Дмитрий Степенчиков, кандидат геолого-минералогических наук Кольского научного центра Российской академии наук. Но аудитория также сможет задавать вопросы и делиться своим мнением. Следующее заседание клуба «Книжная площадка» пройдет в библиотеке имени Гладиной 18 ноября в 16 часов. Вход свободный. В то же самое время в соседнем здании, а именно во Дворце культуры имени Егорова, также пройдет встреча с научным сотрудником. Правда, не о книгах. В этот раз главная тема лектория – галоцен. Эпоха четвертичного периода, длящаяся 12 тысяч лет вплоть до современности. Также по-другому галоцен можно назвать постледниковым периодом. Во время лектория слушатели познакомят с историей о леденении в Кольском регионе и таянии льдов с этой территории. Ледники оставили после себя много геологических артефактов, которые можно встретить даже в апатийских дворах и даже не предполагать, что это ледниковые образования. Представляете, за артефактом можно даже в тапочках пройтись. Об этих и многих других фактах постледникового периода можно будет узнать в рамках лектория, который пройдет во Дворце культуры имени Егорова 18 ноября в 16 часов. Вход свободный. Еще одно приглашение от Дворца культуры, правда, в этот раз для милых девушек. Я уверен, что меня такие смотрят. Я надеюсь на это. Если ты веселая, артистичная и просто человек-праздник и тебе от 16 до 45 лет, ДК имени Егорова приглашает тебя поучаствовать в конкурсе «Лучшая Снегурочка» 2017 года. Сбор заявок продлится до 25 ноября, однако сам конкурс пройдет аж 24 декабря. Заявки принимаются на вахте ДК в кабинете 43 или по телефону 62584. Не стесняйся, а присоединяйся. И, наконец, если вы понимаете, что выходные ждать слишком долго, а поучаствовать в активностях на неделе тоже хочется, то вновь приглашаю вас в киноклуб «Арктик Хаус» на просмотр и обсуждение интересных кинолент. В этот раз клуб посмотрит и обсудит романтическую комедию Вуди Алина «Римские приключения» 2012 года. В главных ролях Алик Болдуин, Джейси Айзенберг, Эллен Пейдж и многие другие. Показ и обсуждение картины пройдет в Молодежном социальном центре 23 ноября в 18.30. Вход свободный, однако организаторы киноклуба рекомендуют взять с собой что-нибудь к чаю. День рождения самого любимого персонажа всех взрослых и детей. Какого Бэтмена? Какого Человека-паука? Стоп! Правильный ответ – День рождения Деда Мороза. Он с радостью приглашает вас отпраздновать это событие все вместе. Кстати, поздравить дедушку приедет его коллега из Финляндии – Санта-Клаус. В Кировском городском дворце культуры всех маленьких участников после веселого праздника наградят сертификатом помощника Деда Мороза. И у каждого будет шанс повидаться как с дедушкой, так и с Санта-Клаусом. Начало празднования 19 ноября в 14 часов. Подробнее можно узнать по телефону 32277 или в кассах ДК. Ну а если вы не успели на праздник в Кировске, не печатьтесь, так как Дед Мороз и Санта-Клаус едут праздновать во Дворец культуры в Апатитах. Там к празднованию присоединятся и другие сказочные герои, а после основной игровой части пройдет дискотека. Начало также 19 ноября, но в 17 часов. Подробности мероприятия можно узнать по телефону 6 2904 или в кассах ДК. 26 ноября в 12 часов по местному времени во всех регионах нашей страны и за рубежом пройдет географический диктант. Цель события – оценка географической грамотности населения. Проверить себя может любой желающий. В Кировске площадкой для проведения диктанта станет читальный зал Центральной городской библиотеки имени Горького. А для апатичан библиотека имени Гладиной. Географический диктант – это масштабная образовательная акция, инициатором которой выступил Владимир Путин. Организатором выступает Русское географическое общество уже в третий раз. Еще раз напомню, старт географического диктанта 26 ноября в 12 часов. В Кировске подробно о мероприятии можно узнать по телефону 546 34. А если вам удобнее поучаствовать в Апатитах, но есть вопросы, то звоните 6 11 10. Да-да, через неделю. Зачем я рассказал об этом раньше? Я просто хочу, чтобы у вас было время подготовиться. Так что дерзайте и приходите проверить свои знания. Ну и по традиции информация для путешественников по области. Только в этот раз она совсем маленькая и только концерты. Если будете в Мурманске в субботу, то предлагаю посетить либо концерт Игоря Рассиряева, либо концерт группы «Нервы». Подробную информацию о мероприятиях ищите в интернете. Ну а пока у меня все. С вами был Никита Васильев и гид по выходным. Увидимся. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова